Всем привет! Итак, у нас сегодня влог. Влог про Израиль и про то, какие здесь есть особенности. У нас сегодня будет пять особенностей, которые я выделила. И хочу я начать, конечно же, с языка. Язык, на котором здесь разговаривают, это иврит. И этот язык мне нужно было очень быстренько выучить, чтобы разговаривать в больницах на этом языке. И вот через неделю, уже даже меньше, а когда выйдет это видео, я уже работаю в больнице. Третий день стажей, третья серия врач в Израиле. Ну, полет вообще сомнительный. Сегодня совсем приумыло, уже думала бросить это все дело. Вот сейчас я читаю истории болезни на иврите и пытаюсь разобраться. Но какая особенность, помимо того, что здесь разговаривают на иврите, пишут на иврите, очевидно, пишут справа налево, здесь нету как таковых гласных, в алфавите есть такие точечки, которые мы используем. Ну, в общем, с нюансами. Сначала мне показалось, что это максимально сложный и необычный язык, потому что все непонятно, алфавит непонятен. Ну, учить все буквально с нуля, просто с самого-самого нулейшего нуля. Ну, потом ничего, потихоньку-потихоньку, как здесь говорят, лят-лят, все пришло. И какая особенность? Особенность в том, что тебя здесь не шеймят за язык. Я привыкла к такому, что мы учимся в университете. Я сама училась в Новосибирском медицинском универе. И я привыкла к тому, что к иностранным гражданам ну, такое отношение, к сожалению, не самое лучшее. Не все хотят у иностранцев потом наблюдаться. Ну, там плохо говорит на русском, я к нему, к этому терапевту не пойду, и все такое. И в этом, собственно, я выросла. Не в моем окружении, но это было везде. И это, на самом деле, огромная проблема для такой многонациональной страны, как Россия. Ну, что за скорая? Да, я живу около больницы, в которой работаю. И скорые здесь очень громкие. И когда я приехала сюда, у меня было ощущение, что я 100% буду максимально тупой. И мне было стрёмно выходить в больницу, потому что на меня будут смотреть как-то непонятно на что. Не говорить там на иврите слово. Ну, ладно, окей, я говорю, но очень слышно, как я говорю. И особенно без практики постоянной, да, достаточно сложно бегло и классно говорить, как я говорю на русском языке. И то, в русском языке тоже нужно хорошо потренироваться, чтобы говорить грамотно. Но когда я работала врачом, мне не было проблем с русским языком. Там я уже оттачивала более какие-то интересные нюансы в плане коммуникации с пациентами и с коллегами. А здесь я приехала. И сначала я сталкивалась с тем, что все восхищались. Вау, какой у тебя уровень языка. Вот буквально все всегда, не только моим уровнем языка, но и ребят, которые учат языка. Язык этот здесь очень большую поддержку тебе дают. Тебя прям хвалят за то, что ты такой молодец, ты стараешься, ты учишь. И когда ты выходишь в больницу, судя по моим всем коллегам, друзьям, все очень даже неплохо. Никто тебя здесь не шеймит. Видимо, потому что это все равно страна с огромным количеством национальностей. Здесь ты на улицах всегда встретишь английский язык. Здесь все знают английский язык. Французский, русский, конечно же. Здесь много русскоязычного населения. Иврит и, конечно же, арабский. Вот пять языков, которые здесь вполне всегда можно встретить. И, видимо, это тоже сказывается на то, что у людей очень добрые к тебе отношения. Все действительно хотят тебе помочь. Либо тебе, ну, с тобой так же разговаривают, как ты с кем-то на русском. Не будешь говорить «Привет, меня зовут Лиза, а ты откуда?» Ну, такого, конечно, нет. Но тебе всегда либо перефразируют более понятно, ну, либо ты ничего не поймешь, но никто тебе не скажет, что ты тупой и что ты вообще в больнице делаешь. Поэтому, к сожалению, только у меня от себя здесь огромное ожидание, что мне надо быстро выучить, что мне нужно быстро начать говорить, точнее, продолжить говорить на хорошем-хорошем уровне, ведь мне нужно лечить людей. И да, от других такого не исходит. И это, конечно, не может не радовать, потому что, когда ты в новой стране, и тебе и так сложно, если бы было еще давление, что ты плохо говоришь, и ты глупый, и с тобой никто не хочет из-за этого водиться, ну, было бы намного сложнее. Поэтому здесь все с этим намного полегче. А мы будем дальше знакомиться с особенностями Израиля. Итак, следующий пункт, про который мы хотим рассказать вам с Кимой, это Шаббат. Киме очень нравится Шаббат, а вот я была в шоке. Рассказываю поподробнее. Так, Кима, иди. Израиль, как всем известно, это страна религиозная. Причем здесь уживаются различные религии на одной территории. Это и, конечно же, иудаизм, и ислам, и христианство. Есть и другие необычные религии, например, как Бахаи, которых я узнала только здесь. И, соответственно, здесь очень много различных правил. И, конечно же, очень много правил, связанных именно с иудаизмом. Потому что это основная официальная религия. Что меня удивило вначале, так это Шаббат. Конечно же, я знала о том, что есть Шаббат. Что это такое? Но когда ты приезжаешь сюда, и когда ты раньше не обитал в кругах евреев, именно которые соблюдающие евреи, иудеи, так скажем, когда ты не ходил в синагогу, для тебя все становится очень новым. Поэтому эта особенность, религиозные различные аспекты, меня очень удивила. Например, в Шаббат здесь... Шаббат, он начинается с пятницы, с вечера пятницы, даже с обеда, до исхода субботы. Когда в субботу темнеет, Шаббат, мы выходим из Шаббата. И это интересно. Весь этот период, с середины пятницы до, можно сказать, конца субботы, Израиль замирает. Особенно замирает, конечно же, города, которые больше религиозные. Там больше живет людей, которые соблюдают религиозные традиции. И, например, если мы живем в Хайфе, ну или где-то в других городах, где много русскоязычных, много арабов, которые не соблюдают правила иудаизма, конечно, ты меньше это чувствуешь, потому что даже в Шаббат у тебя работают магазины, ты всегда можешь сходить в кафе. В принципе, да, ты не пойдешь в большой торговый центр, потому что он закрыт, но в целом у тебя есть небольшие магазины, которые держат русскоязычные или арабы, и ты спокойно там покупаешь то, что тебе нужно. Но основные сервисы, платформы, магазины, торговые центры, нет, большинство кинотеатров, какие-то развлекательные места, они действительно не работают. И это необычно, но ты к этому достаточно быстро привыкаешь, потому что действительно у тебя есть очень много возможностей, как не столкнуться с этим, так скажем, если ты не соблюдаешь. Да, вокруг ресторана будут большинство закрыты, кафе закрыты, но ты можешь заранее покупать различные продукты, ты можешь всегда найти кафе или доставку продуктов, или даже, не знаю, парикмахерскую, все что угодно, что будет открыто. Просто это дело привычки, действительно ты к этому очень быстро привыкаешь, и не возникает таких проблем, как ты вначале очень удивляешься. Вначале ты удивляешься всему, что здесь могут ходить девушки не просто с покрытой головой, а с париками, что мужчины могут ходить не просто с пейсами, а с такими необычными головными уборами. Очень много нюансов, но все это достаточно, не то что редко, но это обособлено. Они живут так, религиозные люди, и не очень сильно влияют на других людей. То есть меня, в принципе, это никак не касается, и я живу, как я продолжаю жить. Да, мы постепенно празднуем праздники местные и свои, и местные, но ударяться в религию мы не спешим. Один нюанс, который действительно очень мешает жить, это транспорт. Я была бы безумно рада, если бы транспорт работал в шаббат, но, видимо, это пока что невозможно, хотя в военное время поезда работали. Это очень неудобно тем, у кого нет машины. Пока что это мы. То есть, чтобы добраться в выходные, например, на день рождения, к друзьям, нам нужно ехать супер заранее, в пятницу утром, и оставаться у ребят ночевать, чтобы уезжать в воскресенье. Рабочий день здесь начинается с воскресенья. Это не совсем удобно, и, конечно, когда есть машина, у тебя вопросы снимаются, но как передвигаться в шаббат, стоит большой вопрос, потому что автобусы перестают ходить, поезда перестают ходить, трамваи перестают ходить. И да, ты можешь, здесь жизнь кипит, люди на улице встречают шаббат, просто гуляют в парке, катаются на великах, все это можно делать, но именно доехать куда-то религиозные, конечно, не будут пользоваться машиной, нерелигиозные пользуются, поэтому в Израиле так популярно иметь машину, а то и несколько на одну семью. Вот, собственно, об этом мы и задумываемся. Это, да, такой минус, в остальном все вполне себе адекватно, можно заказать такси, но такси здесь очень дорогое. Вот такая вот особенность, такой нюанс. Шаббат на улице становится меньше людей, и вот, например, магазин светится, но уже не работает, все закрыто. Он откроется завтра вечером. Также здесь магазин закрыт, хотя вот там что-то подсветка внутри есть, но он закрыт. Кафе закрыто, парикмахерская закрыта, зоомагазин закрыт, рибар со смузи закрыт, пьяшка закрыт, шаурма, машин намного меньше, только наш любимый дифтам открыт. Арабские русскоязычные магазы работают, вот это русские магазы. База, просто база. Следующий момент, который мы с вами обсудим, это служба в армии в Израиле. Тоже очень многих удивляет. Итак, давайте разбираться, что же с ней не так, или все так. Служба в Израиле – это удивительная вещь, потому что служат здесь как девушки, так и мужчины. Мужчины служат аж почти три года, женщины, по-моему, два года. Можно делать не просто службу обязательную, да, военную, как мы это представляем, но можно делать альтернативную службу и работать в это время как нянечкой, где-то еще. То есть есть возможность альтернативной службы и заработка. Это меня удивляет, потому что как раз-таки, когда я врач, когда я прихожу в больницу, я понимаю, что я как врач-стажер или даже как резидент, то есть ординатор, я очень-очень молодая, потому что у нас, откуда я приехала из России, ты заканчиваешь школу, идешь в вуз, заканчиваешь вуз, и ты уже можешь работать в поликлинике. Ты очень-очень молодой по местным меркам. У нас еще достаточно распространено, что мы уже берем ипотеку, мы уже рожаем детей и так далее. Мы, конечно, замужем. Здесь, когда люди это слышат, они очень удивляются, зачем вы так спешите. Потому что у них после школы есть такой gap year, как в Америке. Они едут куда-то, а нет, это не после школы, это после армии. Они идут в армию после школы, там учатся жизнью, зарабатывают в том числе, и дальше, потому что им очень мало на что нужно тратить деньги во время армии. Дальше они отправляются год делать gap year. Где-нибудь в Индии живут целый год на накопленные шекели. А в Индии очень-очень дешево жить, если ты зарабатываешь в шекелях. Живут там год и осознают, чего они хотят. И уже после этого они идут в университет или получать бакалавр, магистратуру, или делать что-то другое, бизнес, работать, все что угодно. Это, как по мне, прикольный подход, потому что я понимаю, что это очень необычно для нас, но я понимаю, что очень часто люди торопятся и делают немножко неправильный выбор. Например, им сказали идти в медицинский, они пошли в медицинский. Здесь, в этом плане, все попроще, и ты действительно взрослеешь и понимаешь, что тебе действительно надо. Может быть, ты хочешь быть медсестрой, может быть, да, действительно врачом, может быть, вообще тебе стоит пойти в юридический или вообще не получать высшее образование. В этом плане здесь руки абсолютно развязаны и люди вольны делать, что хотят, но при всем при этом, казалось бы, значит, должна быть рождаемость очень небольшая, потому что люди поздно начинают рожать и все такое, но нет, даже не в религиозных семьях здесь большое количество детей. Я бы сказала, что Израиль это в целом страна детей. Тут огромное количество детей, их все очень любят. Я до сих пор не понимаю, как с такими суммами можно содержать большое количество детей, потому что, мне кажется, нужно очень много зарабатывать, в том числе и отдавать и на садики, и на еду, и все такое. Это меня очень впечатляет, особенно с декретом 3-6 месяцев. Это тоже очень многих родителей, которые переезжают из стран СНГ, впечатляет. Где 2-3 года декрета, когда 3-6 месяцев, о чем речь? Да, здесь как-то так происходит, и все прекрасно рожают и дальше живут. Не знаю, как это работает, если вы знаете, расскажите внизу в комментариях. Ну, немножко отдалилась я от темы службы. Да, здесь вот так происходит молодость, так она проходит, и да, действительно, очень много уходит времени на службу в армии, но с такими разными соседями, в том числе с террористическими группировками, которые тут у нас по соседству очень-очень рядом живут, к сожалению, приходится очень много сил, времени и так далее тратить на поддержание безопасности в стране. И часто в Израиле, очень часто в Израиле, можно встретить на улице девушку, которая идет заниматься йогой, а у нее через плечо автомат или что это, то есть какое-то такое оружие большое, потому что это оружие, когда ты на военной службе, ты должен всегда держать при себе это оружие, либо только в суперспециальном каком-то сейфе, то есть оружие должно быть всегда с тобой, поэтому здесь очень часто можно встретить много военных в поездах и так далее, они в воскресенье едут на службу и часто с базы возвращаются на выходные домой к семье и их огромное количество, молодых ребят в форме, но в том числе человек может идти без формы, но у него есть оружие и это оружие для защиты или он на службе, и оно есть у него с собой. В продуктовом, там где-то на, ну не на тренировке, но вот когда он куда-то идет, это есть, да, это очень удивительно и впечатляет. Ну а мы с вами двигаемся дальше, я надеюсь, вам интересно. Еще один удивительный момент, Израиль очень-очень маленькая страна и очень молодая страна, Израилю всего 76 лет, он был создан в 1948 году, и Израиль настолько маленькая страна, что можно проехать весь Израиль примерно за 5 часов, вот так поперек, на машине, но при всем при этом, Израиль является стартап нации. В Израиле огромное количество стартапов, как это выходит, причем Израиль стоит на третьем месте после США и Швейцарии по таким инновационным стартапам. Именно в Израиле, например, была придумана видеокапсула, медики, вы точно можете понять, да, это та капсула, которая ты проглатываешь, и твои органы просматривают врачи, затем, или, например, USB, флешка, первая была придумана здесь. И очень много вещей таких, которые придумали здесь, причем на стыке безопасности, хай-тека, медицины. Здесь очень развита медицина, и это действительно видно, потому что здесь очень много исследований. Например, все вот это создано было в Израиле, и прошу заметить, насколько молодая и маленькая страна, но здесь очень классно развиваются стартапы. Почему так происходит? Потому что в Израиль приезжает большое количество репатриантов из разных стран, в том числе и России. Еще один такой нюанс, особенность, которая помогает очень сильно медицине, здесь все население прикрепляется всего к четырем больничным кассам. Это что-то как страховая организация, медицинская организация, то есть то, где я могу получить любую медицинскую помощь. Исследование, МРТ, операцию, просто поход к семейному врачу, препараты, все что угодно, я могу получить в больничной кассе своей. Такого, например, нету в России, я не встречала это где-то еще. Это достаточно необычно, но в чем плюс? Да, есть как плюсы, так и минусы, всегда, но в чем плюс? Есть, все люди распределены по этим четырем больничным кассам, причем из них две самые большие, и данные, все твои данные медицинские находятся в одном месте. И если ученым нужно что-то исследовать, а здесь постоянно что-то исследуется, твои данные можно предоставить для этого, то есть вы можете все что угодно исследовать, препараты, влияние чего-то на здоровье человека и так далее. Все это очень удобно делать здесь для науки, потому что есть огромная база данных людей, и это действительно очень классно и очень сильно помогает развиваться медицине, здесь передовые медицинские технологии. Ну и конечно все-таки не просто так Израиль страна стартапов, потому что Израиль был построен совсем не так давно, моей бабушке больше лет, чем Израилю, не так давно, и где он был построен? Буквально на пустыне, здесь было очень мало ресурсов, здесь не было ничего развито, и Израиль достаточно за короткий срок должен был, просто обязан выстроить все это, и так за последние особенно десятилетия Израиль просто вау, сделал скачок в технологиях, но стоит отметить, что очень много стартапов, которые здесь появляются, уходят на экспорт, и на экспорт чаще всего в Америку, да, что-то остается конечно для Израиля, но здесь очень развито вот это создание, и внедрение в куда-то большие более страны и распространение, например, Waze тот же, он был создан здесь, это такой навигатор, и затем уже его купил по-моему Google, и это распространилось, вот так это работает, и нам остается еще один момент с вами обсудить, это медицина, а если попадут чуть глубже, это вызовы на дом, это то, что удивляет всех мам, в особенности мам, потому что родители приезжают сюда, и они не могут вызвать врача на дом, здесь это можно сделать, но это стоит огромные баснословные деньги, и вы просто так на дом не вызовите врача, более того, скорую помощь, которую у нас и в странах СНГ, в России вызывали на любой чьих, и скорая должна приехать, да, может быть, она приедет не так быстро, но она приедет, здесь так делать нельзя, вы получите огромный-огромный штраф, и больше так никогда не будете делать, здесь вы своими ножками идете к врачу, когда перед операцией меня отправили в стационар, я так и сделала, я пошла сама на госпитализацию, доехала на автобусе, и все, и также родители очень удивляют, что нельзя вызвать врача-педиатра на дом, да, здесь правда этого нет, и мамы сначала удивляются и ругаются, но потом привыкают и понимают, что да, может быть, так действительно и лучше, и так 100% лучше именно для здоровья наших детей, ну, и для здоровья врачей в том числе, но этот момент мы с вами уже много обсуждали, и если вы пропустили, то обязательно посмотрите вот это видео, оно сейчас появится выше, видео про вызовы врача на дом, это максимально полезное видео для всех, для медиков и не для медиков, очень интересно, там огромное количество историй разных врачей, и в том числе еще мам, поэтому посмотрите, целое расследование мы сделали с онлайн-школой медикум, ну, а я с вами прощаюсь, я надеюсь, вам понравился такой формат, необычный для меня, если вам понравилось, пишите комментарии, я что-нибудь еще интересное сниму для вас, и рассказывайте, что вас удивляет в Израиле, всем до скорых встреч, пока-пока! Если честно, единственное, что я хочу сегодня, это спать, я не знаю, как я выживу, осталось сегодня, завтра и выходные, это у меня еще неделя без дежурств, хорошо, и я